Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня снова такой студенческий эмиграционный вопрос. Сейчас я его зачитаю, как раз красный свет на перекрестке. Можно ли поехать учиться на какую-либо специальность, а затем получить рабочую визу, а после начать процесс эмиграции и можно ли получить рабочую визу в статусе студента? Ну, чтобы можно было учиться и работать, чтобы было на что жить. Спасибо! Тут, собственно, два вопроса в одном вопросе. Вопрос номер один. Это вопрос, связанный с тем, можно ли поехать учиться, и окончив учебу, эмигрировать, подать на эмиграцию, подать на рабочую визу. Собственно, это тот вариант, про который я постоянно всем говорю, что это, пожалуй, один из самых реальных вариантов сейчас эмигрировать. Еще раз в двух словах расскажу о процедуре. Процедура выглядит следующим образом. Вы должны поступить на какую-то программу, которая длится больше одного учебного года, или один учебный год. Соответственно, закончив в колледже, это должен быть колледж или университет, имеющий аккредитацию, Министерство эмиграции и аккредитацию провинциальную, то есть какая-либо шарашкина контора здесь не подойдет. Соответственно, закончив программу от 8 месяцев, по-моему, программы, или от 9, ну, неважно, в этом порядке цифра, вы получаете право на то, чтобы подать документы на получение рабочей визы в Канаде. То есть под соусом того, что вы experience class, вы можете получить работу в Канаде. При этом рабочая виза будет выдаваться ровно на тот же самый период, сколько вы отучились в Канаде. При этом срок действия рабочей визы не может превышать, который вам дадут после окончания университета, не может превышать 3 года. Таким образом, что получается? Получается так, что если вы закончили программу годичную, то вы получаете визу годичную. Если вы закончили университет трехлетний бакалавр, то вы получаете трехлетнюю рабочую визу. В чем хорошая фишка, в чем хорошая новость для всех, кто думает по поводу такой иммиграции, это вариант, связанный с тем, что от работы в Канаде 12 месяцев после университета вы имеете право поменять свою рабочую визу на иммигрантскую визу. То есть получить статус постоянного жителя Канады. И, соответственно, в дальнейшем, по новым правилам, прожив 4 года в Канаде, вы имеете право подавать документы на канадское гражданство. В чем здесь получается подвох? Подвох получается, что те программы, которые колледжей и университетов, которые даются и дают специальность после одного учебного, одного одногодичного периода, то есть те, которые там 8 или 9 месяцев будут, они вам с точки зрения иммиграции не помогут, потому что получается, что вы получите иммиграционную визу только лишь на период, скажем, 8 или 9 месяцев, и даже если вы найдете сразу же мгновенную работу, вы не сможете подать документы, потому что вы не соблюдете необходимые условия. То есть проработать в Канаде после окончания университета не менее 12 месяцев. Вот такая грустная, собственно, засада есть, и вы должны это принимать в внимание, когда вы будете планировать свои иммиграции через учебу. И теперь второй подвопрос. Второй подвопрос, связанный с тем, можно ли работать во время учебы, можно ли получить разрешение на работу во время учебы. Если вы говорите о том, чтобы получить помимо study permit, еще и work permit, то это нереально. Говорю вам сразу. По канадским правилам иммиграционным вы либо имеете на руках study permit, либо work permit, то есть либо учебную визу, либо рабочую визу. Однако, по последним трендам, по последним изменениям, выдача всех work permit позволяет людям работать, если они учатся на дневном отделении, не более, по-моему, 20 часов в неделю. Соответственно, вы автоматически получаете право на работу, право заниматься вот таковой деятельностью здесь, но не более определенного количества времени. Если вы превышаете это количество времени, то вы, соответственно, начинаете нарушать закон. Однако, как я уже говорил в одном из видео, посвященные тому, как выживать бедным несчастным студентам, которые здесь работают, вы должны понимать, что помимо официальной работы существует куча работы за кэшем, неофициальная работа. Соответственно, никто не возбраняет вам, не в ущерб, конечно, учебе, конечно, по закону это возбраняется, я я не на но, я неправильные вещи говорю, но давайте будем взрослыми людьми и реалистами, что существует большое количество работ в серой зоне, за кэшем, и, соответственно, вы должны будете, точнее, вы будете иметь возможность договориться через своих русскоязычных или испаноязычных, или китайязычных друзей, которые будут говорить о том, что вот так и так, на ушко вам, имея вино, дружище, через, не знаю, два дня нам потребуется человек, который будет, не знаю, там, собирать коробки у нас на складе, и за это мы будем платить 50 долларов в час. Соответственно, соберешь, проработаешь много часов, получишь много денег. То есть вот так, вот такая ситуация. Ну, кстати, вот из реальной истории, допустим, я стригусь у сербки, милая, добрая женщина Рада, и Рада мне как раз на прошлой неделе говорит о том, что нет ли у тебя знакомых твоих студентов, русских, которые хотят подработать на сборе черники, глыбики. Так что, это сплошь и рядом, естественно, работа будет за кэш, не могу сказать, сколько от этого удовольствия будет оплачиваться, работа по сбору ягод, но я думаю, что минимум 10 долларов это точно будет, может быть, там долларов 12 даже будет. Надо посмотреть, как говорится. То есть вот так, друзья мои, никаких проблем в этом плане нет. На жизнь будет хватать, на скромную будет хватать, вам по большому счету основная затрата будет, это затрата, связанная с оплачиванием жилья. Потому что в Монреале сейчас если говорить о съеме квартиры, то самая завалящаяся квартира будет стоить, там, начиная от 450-500 долларов, при том, что стипендия, если вы будете, а, мы говорим про иностранцев, соответственно, у вас даже стипендий не будет. То есть получается, вам надо кровь из носа будет каким-то образом ежемесячно минимум наскребать 500 долларов для того, чтобы платить квартиру, и, соответственно, еще минимум долларов 200-300 для того, чтобы что-то по минимуму покупать себе из еды. Ну, а все остальное, я думаю, что если у вас работы не будет, какой-то такой более-менее нормальной, во всем остальном вам придется просто забыть на время, пока вы учитесь. То есть, никаких там обновок, никаких там поездок куда-либо, режим максимальной, жидчайшей экономии. Ну, вот как-то так, друзья мои. Сейчас мы едем, кстати, по самому-самому даунтауну, по самому-самому центру города, по улице Шербург. На этой улице находятся штаб-квартиры, куча всяких разных компаний. Здесь же у нас находится центральный вход в университет Могил, известнейший, наверное, Канадский университет. Куча гостиниц и так далее. Так что заодно наблюдайте за жизнью даунтауна в пятницу в полчетвертого дня. Ну что, друзья мои, наверное, по поводу учебы и иммиграции через учебу я все сказал. Еще раз просто хочу резюмировать, что если вы думаете по поводу иммиграции через учебу, обязательно примите во внимание два условия. Условие номер один, чтобы колледж или университет, который вам предлагает учебу, был сертифицирован, чтобы он был одобрен министерством иммиграции и его диплом признавался этими самыми министерствами провинциальными и федеральными, почему это важно? Потому что наличие этого самого диплома вам будет давать право на попадание в категорию experienced class. то есть опыт канадский опытный товарищ выразимся простым языком. И, соответственно, второе условие, что ваша программа, которую вы будете брать в университете, она должна быть больше года по сроку длительности для того, чтобы вы могли претендовать на получение рабочей визы сроком больше, чем один год. Это реально принципиальные вопросы. Будьте внимательны для того, чтобы не потерять ни ваши деньги, ни ваше время. Я с вами, друзья мои, на этом прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой канал. Желаю вам всего самого хорошего и до свидания. А, кстати, давайте заодно уж, коли мы доехали до входа в университет могил, посмотрим на вход университета могил. Такой вот он. Все, друзья мои, прощаюсь с вами. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова